Повышение финансовой грамотности населения стало неотъемлемой частью политики нашего государства. Так в Приморье подвели промежуточные итоги реализации региональной программы по финансовому просвещению жителей. Финансовая грамотность еще многие годы будет неотъемлемой частью проводимой правительством Приморского края политики. На федеральном уровне уже утверждена стратегия реализации повышения финансовой грамотности до 2030 года. Сейчас прорабатываются конкретные показатели оценки эффективности реализации, а также дорожная карта мероприятий именно этой стратегии, которую я упомянула. Всего за 9 месяцев в крае провели более 100 тематических мероприятий. А для вовлечения большего числа граждан в бюджетный процесс с правительством региона проведены общественные обсуждения по проекту краевого бюджета на ближайшие 3 года. 100% школ и организаций среднего и среднего профессионального образования включили элементы финансовой грамотности в программы. В 100% общеобразовательных организаций реализуются дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников. Более чем 75% организаций общего образования, а также почти 95% организаций среднего профессионального образования принимают участие в онлайн уроках Банка России. С правительством Приморья проведены общественные обсуждения по проекту краевого бюджета на 2024 год и плановый период. И в этих общественных обсуждениях приняли участие более 120 тысяч граждан. Дополнительно распределены более 8,4 миллиарда рублей. Также во время своего выступления Анна Харченко остановилась на особых достижениях Приморья при реализации региональной программы. Так, Край дважды в текущем году вошел в каталог лучших практик НИФИ Минфина России. Как отметила Вера Щербина, в следующем году в Край продолжат работу по финансовому просвещению населения. А мы отметим, что финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.